Здравствуйте, меня зовут Росипов Роман, я являюсь администратором и основателем русских личной поддержки системы Вольфа Махметика и в этом 10 уроке из цикла кратких Вольф Махметика мне хотелось бы рассказать вам о том, как можно объединять списки. Это весьма распространенная задача, которая вызывает достаточно серьезные затруднения у начинающих пользователей языка Вольфа. Итак, давайте начнем с базового объединения списков, для этого служат функции JoinRiffle и Union. Итак, предположим у нас есть два списка, соответственно мы сейчас с вами вычислим этот код и поместим их в переменные list1 и list2. После этого, если мы хотим просто объединить два списка в один, мы можем воспользоваться функцией Join, у которой достаточно простой синтаксис. Соответственно через запятую нужно перечислить те имена переменных, которые содержат списки, либо собственно сами списки и на выходе вы получите список, представляющий собой объединение тильду. Важно также помнить, что вы можете использовать функцию Join в так называемой инфиксной форме. Это означает, что вы можете соответственно через специальный синтаксис объединять списки в более компактной и красивой конструкции. Скажем, если вы пишете некоторые списки, потом ставите тильду имя функции Join и после этого соответственно еще одну тильду и list2, вы в данном случае получите то же самое выражение. И вообще говоря, вы можете таким образом объединять весьма компактно большое количество списков и они могут быть, повторюсь, указаны в явном виде, либо же в виде переменных, в которых собственно списки содержатся. Следующая функция для объединения списков это функция Riffle. Функция Riffle позволяет объединить списки несколько нетривиальным образом. Скажем, если у вас есть список из объектов ABC и есть список из объектов 1, 2, 3, то функция Riffle перемешает их местами. То есть вы получите список, полученный следующим образом. Первый элемент первого списка, первый элемент второго списка, второй элемент первый, второй элемент второго и так далее и так далее. Ну вообще говоря, если перед вами стоит соответствующая задача перемешивания двух списков с целью получения нового, функция Riffle может весьма помочь вам. Ну и наконец, весьма нетривиальная вещь, это функция Union, которая вообще говоря представляет собой по сути объединение логическое двух списков двух объектов. Она позволяет сделать следующее. Она эквивалентна по сути нескольким конструкциям, соединенным вместе. Во-первых, она устраняет повторы из вашего списка. Во-вторых, она объединяет эти списки, то есть получаются уникальные элементы из первого и второго списка. И в-третьих, она сортирует соответствующие списки, ну, итоговый список в соответствии с тем, как это делает функция Sort. Итак, давайте посмотрим, на что для нас предложит функция Union. Итак, если вы примените ее просто к списку, например, list1, вы увидите, что как раз все эти три операции были применены одновременно. То есть, по сути, функция Union делает следующая. Она, во-первых, устраняет дубликаты из списка, а во-вторых, соответственно, сортирует полученный список. И, как видите, мы с вами функцией Union заменили эти два объекта. Если же мы с вами используем, соответственно, функцию Union, примененную к нескольким объектам, как видите, здесь мы с вами получим то же самое выражение. В данном случае функция Union делает следующее. Она заменяет, соответственно, конструкцию уже более громоздкую, состоящую из вот таких трех нагромождений. Сначала функция Join, потом Delete Duplicates и потом, наконец, Sort. То есть, если вы хотите компактизировать свой код и проделать одновременно несколько операций, то функция Union как раз поможет вам осуществить это дело. Следующее, что может пригодиться, это функция Flatten. Функция Flatten позволяет устранить вложенные списки. Давайте посмотрим на конкретные примеры. Предположим, у нас есть список List1, который выглядит вот таким образом. С помощью функции Flatten вы можете сделать так, что все вложенные списки будут устранены. То есть, вы получите последовательность элементов соответствующих списков так, как они выглядели в исходном, только без, соответственно, вложенных списков. А если вы хотите, вы можете выровнять список, ну, Flatten это выравнивание, по сути, на некотором уровне. То есть, скажем, если хотите, вы можете выровнять список вплоть до уровня 1. Здесь, соответственно, если вы будете работать со списком 2, вы получите не просто список элементов, а список элементов со специфической структурой. Как видите, здесь каждый элемент оброблен своим списком. Ну, вы можете также выровнять и этот список до уровня 2 и получите то же самое в данном случае, что и при применении функции Flatten, так как соответствующий список имеет второй уровень вложенности. Ну, и одно из распространенных применений, это, скажем, следующая задача. Предположим, у вас есть функция Table и вы осуществляете следующее. Скажем, у вас есть некоторый здесь список из элемента i и j, i меняется от 1 до 10, пусть j меняется, например, тоже от 1 до 10. Сейчас, как видите, на выходе вы получаете список списков, соответствующих значениям i и j, и здесь мы с вами получаем табличную структуру. Так вот, для того, чтобы получить просто конструкцию из элементов i и j, вы можете как раз применять функцию Flatten. И здесь вы можете выровнять на первом уровне этот объект и получить, по сути, просто набор точек. Это может понадобиться, скажем, если вы хотите для некоторой трехмерной поверхности построить набор точек и вам нужно, скажем, их иметь для того, чтобы потом с использованием графических примитивов или каких-то специальных встроенных функций, которых очень много, отобразить соответствующий объект в трехмерном пространстве. Ну, в трехмерном пространстве, чтобы их отобразить, мне еще здесь потребуются координаты некоторые. Ну, вот, например, пусть соответствующая аппликата будет равна нулю, либо же она пусть будет равна, например, i плюс j. Ну, и в данном случае вы получаете, соответственно, коллекцию из точек. Ну, по умолчанию, без применения функции Flatten, вы увидите, что будет отображен некоторый результат, который может быть необычным для вас. Ну, могут быть некоторые проблемы, которые связаны с тем, что соответствующий синтаксис не был соблюден. Ну, и, наконец, последний пример в рамках данного урока – это необычное применение транспонирования функции Transpose. Итак, пусть у нас есть некоторый список. Давайте посмотрим, что сделает функция Transpose, если мы с вами применим его к этому списку. Как видите, в данном случае, если присмотреться, были выцеплены, соответственно, под списки из первых, вторых и так далее элементов. Чтобы лучше понять, что происходит, мы можем обратиться к функции MagicSform. Соответственно, если мы применим ее к переменной лист 1, вы увидите, что данному списку соответствует матрица вот такого вида, а после транспонирования вы, соответственно, получите матрицу, у которой строки были заменены столбцами. Что интересно, как видите, по сути, структура списков меняется при транспонировании, и этот объект можно использовать для очень эффективного объединения, скажем, координат, например, абсцисс и ординат соответствующих точек. Предположим, у нас есть два списка, соответственно, коллекция абсцисс, коллекция ординат, и с помощью функции KKS Transpose вы можете объединить эти два списка в один список, который будет состоять, собственно, уже из координат точек. После того, как соответствующие операции будут произведены, вы видите, что в данном случае транспонирование списка, состоящего из двух этих списков, привело к тому, что мы с вами получили коллекцию точек. И ее уже потом можно отобразить с помощью, например, функции ListPlot в виде точек на, соответственно, плоскости, либо вы можете преобразовать их уже линию с помощью функции ListLinePlot. Ну и обратное верно на самом деле. То есть, если у вас есть, по сути, набор координат, то вы можете с помощью функции Transpose преобразовать их в два списка, соответственно, набор, скажем, грубо говоря, абсциссы ординат точек. На этом урок 10, посвященный объединению списком, окончен. Спасибо за внимание.